Дорогие соотечественники! И тема нашей сегодняшней передачи будет одновременно и житейская, и одновременно государственная. Речь пойдет о том, что экономика пронизывает все, от семьи до государства и до мировой экономики. Само слово о экономии, которое ввел в научный оборот Великий Аристотель, означает не что иное, как домашнее хозяйство. В данном случае это понятие расширяется не только на семью, но и расширяется на все остальные сферы деятельности человека. У нас сегодня в гостях замечательный экономист Виссарион Чешуев, который нам сегодня расскажет в самых различных масштабах, самых различных взаимосвязях, как связаны такие, всем известные, такие бытийные бытовые вещи, как долг, возврат долга. Если примем идею Аристотеля, что речь идет о возврате долга, о даче долга, о получении и тому подобное, то, естественно, мы поймем, что это пронизывает все сферы экономики, от самых нижних до самых верхних. Экономика, которая не умеет зарабатывать, душит всех. С этого мы и начнем нашу передачу. Виссарион. Здравствуйте. Мы специально подойдем так, чтобы люди чувствовали, что вот эти все экономические науки, все эти экономические практики и понятия, они касаются всех нас. Потому что некоторые люди думают, а, говорят там об экономике, об долгах, что это такие, империи какие-то. А потом выбегают на площадь и кричат, что нас украли миллион. Так, ребята, украли потому, что многие из вас не хотят понимать, что экономика, незнание этой вещи, вот и приводит к таким фокусам. Поэтому и экономика, и политика, и жизнь обыкновенного человека, отсутствие рабочих мест, масса проблем, нехватка денег на проживание и, в конце концов, уезд за границу, все это тесно взаимосвязано. Вот ты, как экономистка, со стажем, огромным жизненным опытом, государственным. Вот что бы ты хотел нашим людям сказать? Насколько им важно понимать эти процессы и вещи, чтобы не вляпываться каждый раз на одни и те же грабли наступать? Ой, Виктор, буквально сегодня утром. Так. Пол восьмого. Захожу в один магазин. Ну, людей еще нет никого, может быть, всем даже. И с продавщицей. Она узнала, наверное, меня. Задает вопрос. Ну, что же делать? Что это? Ну, я пытаюсь говорить там что-то. Ой, да о чем вы говорите? Вы тут посидите вот ночью, круглосуточный магазин. И мне это, все, что вы говорите, это все, не надо мне эти все материи. Значит, когда я за горло взяла... Нет, дело не в этом. А так, нет. А я говорю, ну, вы согласны с тем. Смотрите, простые люди считают, это высокие империи, и это нас не касается. Это не касается, да. А вот если что-то... А когда вдруг достает, откуда это сваливается все? Рационализация, экономия, сокращение, аустеризация, всякие повышения тарифов, цен. Смотрят, да это... Вот поменяем человека. Да, поменяем. Вот, да, виноват Сангелия, виноват Снегур, виноват Воронин, виноват Лучинский, виноват Плохотнюк. Видите, персонифицируют все. Вот он плохой, сменим на хорошего, и все будет. Вот хорошего барина привезем, и он нам нас рассудит, и он нам все... О своем менталитете народ редко задумывается. Дело в том, что, понимаете, ну, и даже самые крупные руководители, они же тоже ведь люди, и тоже ведь не всего знают. И даже Карл Маркс был ограничен пределом человеческих знаний, которые тогда существовали. И кое-что тоже надо корректировать. И лично жил очень тяжело экономически. Да, безусловно. Если мне помочь, Энгельсон... Да, конечно, фабрикант, великий, гениальный человек. Я, кстати, Энгельса оцениваю не менее высоко, чем Маркса. И я тоже. Да, потому что на Киевиче писал, и он, более того, в кое-чем даже... Он видел даже дальше... Он даже видел дальше и глубже, чем Маркс, да. Ну, не об этом речь. Отвечая на ваш вопрос... То есть, как связана обычная жизнь и империя, так сказать? Империя, конечно. Ну, вот пришли люди, да. Вот пришла команда так называемых демократов. Какая психология? Надо платить хорошо государственным чиновникам высокие зарплаты, и все будет нормально. Они будут делать дело. Надо платить высокие зарплаты судьям, и они будут судить по закону и по совести. Надо платить высокие зарплаты крестьянам, и они будут давать высокое качество. Нет, вот теория... Что-то не получается. Что-то не получается. А вот есть теория такая, вот скажу людям, да. Опять ты куда-то нас в дебри. А как без этого? Как без того, чтобы знать общее? Как решать что-то конкретное? Конечно. Каждый раз будешь сталкиваться этим. Будешь спотыкаться, набивать шишки, потому что не понимаешь, в каком контексте все это. Вот пример по этому безудержному повышению зарплат на фоне остальной нищеты. Кому-то. Есть такая теория, к концу, не говорю, а вот такой вот вывод, тезис такой. Называется «Ниспадающий эффект повышения темпов роста заработной платы». Виссарион, перед тем, как ты раскроешь эту тему... А, тут еще две секунды. Нет, смотри, я как бы со стороны сейчас телезрителей говорю. Вот простой человек, например, сунул где-то, ударил лотоком. Или что-то где-то у него сгорело, да. И он говорит, зачем мне знать закон ОМА? Это мне не надо, что такое электричество, не надо. Может быть и правильно. Ты мне лучше скажи, Мэй, куда, где, там, что соединить. И вот он каждый раз будет думать, так, пришел монтер Вася, значит, все было хорошо. Ушел Вася или запил Вася. Так, меняем Вася, придет Федя и опять будет вот. Вот то, что ты говорил насчет правителей. То есть простой человек должен понять, что минимальные знания... Иначе его будут каждый раз обманывать по телевизору, по радио, по газету. Их хочет изменить жизнь свою и окружающих. Вот теперь возвращаемся к твоему закону. Простой пример. Это закон, как закон ОМА. Он не закон, это как тенденция, как закономерность. Закономерность. Да, закон и закономерность разные вещи. Вот знали бы наши деятели, которые у власти и сейчас, вот уже 6 лет ородуют, с менталитетом купчишек, знаете, вот коммерсантов. И в калашный ряд полезли, в ветеринар полез в детскую больницу педиатром быть. Ну, вот так вот. Мы это видим. Да, если бы они знали это, они бы понимали, что до определенного предела растет эффект от повышения зарплаты, достигнув которой повышение дальнейшей оплаты труда, наоборот, снижает эффективность, наоборот, разлагает, наоборот, деморализует работника. Человек всегда должен к чему-то стремиться. Человеку никогда нельзя ничего сверх его результатов платить. Вот это мышление угробило сейчас очень многое. Они пришли к власти. Ну, вот та же судебная система. В два с половиной, в три раза в сравнении. Эффект улучшился? Ноль. Сейчас, вот, пожалуйста, читаю материал. Значит, пять, значит, где-то по пятьсот тысяч влей в год выходит по проекту бюджета агентства гражданской авиации. На это государственное предприятие. Они представили проект бюджета. Значит, и там получается на каждого занятого в год по пятьсот тысяч влей. Вопрос, а сколько они зарабатывают? Зарабатывают. Нет, так они же как зарабатывают? Они не зарабатывают. Они просто пользуются вот рентой, что у них есть от государства, какие-то функции. Они могут дать лицензию, могут не дать, могут дать разрешение, могут не дать. За это экономические агенты, которые пользуются воздушным пространством и над которым... Но по-любому они что-то зарабатывают. Да, эти деньги должны идти в бюджет. А они себе их откладывают. То же самое, как и с агентством по регулированию в энергетике. Это же вообще с ума сойти. 40-50 тысяч зарплаты. И что? Эффект. Эффект какой? Они как вот делали регламент о установлении тарифов в интересах монополистов, так и делают. Они наши интересы не защищают потребителей. Например, простой пример, чтобы не быть голословным. Они там соглашаются с тем, что монополисты включают в качестве одной из компонентов тарифа, включают так называемую прибыль. Но не коммерческую прибыль. Продал, купил, значит, купил ресурсы, произвел энергию или распределил энергию, значит, взял тариф. И что-то тебе должно остаться. Вот сколько тебе ему назначить? Это государство должно решить. 3, 4, 5 процентов. Коммерческая прибыль. Она, как правило, должна быть сложившейся по республике. 10-11 процентов. Коммерческая прибыль, рентабельность. Что-то надо иметь в этом тарифе и для... Безусловно. ...для производителя, для распределителя. Той же Финоса, скажем. Или Газпрома. Молдова-Газ. Но они вставляют туда доход. Раньше писали его откровенно. Доходность акционерного капитала. Вы понимаете, да? Прибыль. Но доходность, это не коммерческая доходность, не коммерческая прибыль. Доходность коммерческого акционерного капитала можно определить только на бирже, продавая и покупая акции этого предприятия. Но их акции не котируются на бирже. Это бессмысленно. О чем мы говорим? Тогда они просто с потолка берут. Такую, которую им надо. Так называемую хотелку. И вот об этом должно говорить Наре. Об этом это должно пресекать. Но если они этого не понимают или идут на сговор с ними, они подписывают им все. И нам в тариф вставляют такое, что у нас тарифы сейчас, вот скажем, практически на уровне Германии. Вот как-то я здесь был в этой же одной передаче и показывал, что как же так. Ну, мы, значит, за один час работы можем купить 7,5 киловатт часа электроэнергии. Около этого. А во Франции 75, в Румынии 37, в Украине 18, 19. Это за час? За час работы можно купить 1 киловатт час. То есть, грубо говоря, если время у нас это единица, на которую мы переводим тариф. В зависимости от средней заработной платы. То есть, человек в среднем, среднестатистический час проработал. Да, он может купить 7,8 киловатт. Значит, у нас сколько он может? 7,8 киловатт. 7,8. В Румынии? В Румынии около 35. Так. И во Франции? Во Франции вообще там 75. То есть, за один час работы, что способен купить человек? А нам говорят так. И вот здесь, наверное, опять же могло бы сказать свое слово. Могло бы сказать, послушайте, но там же, видите как, есть страны, где действительно надо привести свободную экономику. Много производителей. Установилась рыночная цена. И государство из бюджета доплачивает, субсидирует. Чтобы это не было накладно. Прежде всего для производителей, для предпринимателей. Чтобы конкурентная способность была высокая у товаров, которые производятся. Чтобы не были преувеличены накладные расходы издержки производства. Чтобы какой-то баланс был. Чтобы был баланс между доходами людей и тарифной нагрузкой. Если в природе и в экономике нет баланса, значит мы куда-то осползаем. Значит мы идем или в стагнацию, или в рецессию, что мы имеем. И вот смотрите, и вот это, казалось бы, Наре должно было бы сделать. И ему для этого поставили зарплату гигантскую. А ведь этого ничего нет. Они совершенно этим не завязаны. Они обеспечены одним. Чтобы войти в... У меня такое впечатление. Сын тримвоя. То есть понравиться своим монополистам. Угодить. Потому что они отстегивают им на содержание. А, тогда стой. И получается, что они обслуживают их интересы. Потому что они их оплачивают. И это сделало в законе. Я спрашиваю себя. Послушайте, что это такое? Почему в Германии окончательное решение по тарифам принимает правительство? Там есть агентство. Так. Которое ведет расчеты. И проверяет правильность предоставления расчетов по тарифам. Особенно когда монополисты. Именно монополисты. Об этом мы говорим. Естественный монополист. Здесь же не такой рынок. Не захотел у тебя свет, купил у другого. Две газовые трубы в квартиру не проведешь. Кьюнион, феносы и будешь здоровы. Две канализационные трубы. Значит, нужна государственная система регулировать. Безусловно. А теперь давай люди часто... И вот смотрите. И вот это вот непонятно. Вернее, понятно. Но все почему-то смотрят на это как на само собой разумеющиеся. О, потому что не понимают. И вот мы глубже опускаемся. И вот тут люди могут спокойно распознать подобных деятелей, которые рвутся во власть с таким мышлением. С каким мышлением? Коммерческим, купеческим. Вот как говорил Лазер, да, министр экономики. Ну а чем вернее-то еще? С фашем бизнеса, уче. Они приходят на государственную службу делать бизнес. И вот если не понимают люди, которые у власти этого, что бизнес отличается от государственного управления, как лечение лошадей от нейрохирургической операции на мозгу ребенка, тогда это беда. Что мы имеем? Что это невозможно, что нужна команда единомышленников в правительстве, а не команда партнеров по бизнесу. И рвачей. Или подельников. И рвачей, и временщиков отсюда. А там получается так, нет единомышленников. Когда единомышленники, человек даже на небольшую зарплату сравнительно, отличающуюся от зарплаты его коллеги в соседней стране, но он все равно поднимает свою ответственность перед народом, и перед тем делом, и у него совесть есть, и у него есть честь и достоинство, и он понимает о том, что не хочет позориться перед своими детьми, перед своими внуками, и что он должен с честью выполнить. А когда человек приходит туда просто урвать, то получается то, что имеем. И вот люди должны научиться вот это главное распознавать. А теперь следующий вопрос возникает. Вот чисто из того, на примере Наре. Опять, чтобы людям было... Я говорю, как со стороны телезрителей. Значит, представим себе, что мы с тобой работаем в какой-то государственной конторе, и у нас сказано так. Значит, ребята, вот фирма «Монополист», вы за ней должны наблюдать. Мы сказали, хорошо, будет. Еще бы. Еще бы, нет. Нас любят контролировать, да? Ничего делать не надо. Смотрим на эту фирму. А фирма говорит, ребята, что вы нам морочите голову? Что мы цены завышаем? Давайте сделаем так. Чем больше у нас будет прибыли, тем больше у вас будет денег. То есть процент от нашей будет качаться к вам. Так и заложено в закон. Стоп. Мы с тобой поглядели друг на друга, если мы ушлые, бессовестные товарищи. И ты мне говоришь, Иваныч, так это же клондайк, золотое дно. Значит, смотри, если мы им будем тарифы, это самое, все время повышать, они будут больше зарабатывать, а нам с тобой будет больше. Что имеем? То что получается? Это все равно, как крыса в знаменитом эксперименте сделали, значит, какой? Кнопка, от кнопки идет провод, в мозг заживленный, центр удовольствия. И крыса так, раз носиком на кнопку, бац, получила кайф. Побалдела, а потом смотрит, да, еще чуть-чуть, да. А потом начинает все сильнее и сильнее, и в конце она уже умирает возле этой кнопки, но все время ее нажимает. То есть эта система точно такая же. То есть как мы с тобой пошли на сделку с совестью, да, и пошли по этой схеме, которую узаконили, что чем больше тариф, грубо говоря, тем больше мы получаем. А наша функция сдерживать тариф, значит, что получается? Мы заложили в нашу идиотскую систему, и никто на площадь не выходит по этому поводу. Нет, не выходит. Все кричат, кто на запад, кто на восток, кто черт возьми. Жост Плохотнюк, жост Воронин, жост Додонг, всех жост. Всех жост, а ребята, а простую вещь, твой карман собственный, вот эта простейшая схема, чем Наре больше даст тариф, тем они больше зарплаты и получат. И против этого никто не протестует. Никто не протестует. Это вот то же самое, что ты говорил, когда-то женщина, те в магазине, ой, вы с вашей экономикой, с вашей высокой материей, умничаете там. А вот нам трудно жить. А вот вам потому трудно жить, что вы не будете понять, как вас дурят. И когда вам карман дурят на площадь, никто не выходит. А чепухе всякой, по глупости, валом валит народ. Вот понимаете, Виктор Иванович, простите меня, но есть... Значит, надо народ образовывать. Прозвещение необходимо. Чем мы занимаемся? Переходим на следующее. Да. Вопрос возникает. Вот сейчас там-там, тарарам, 100 миллионов то ли придут, не придут, из них там 40 гранты и все такое. Начали за чубы друг друга рвать, шуметь и гулять. Как вообще... Или МВФ в транше вообще, если мы возьмем. Скажи мне, пожалуйста, Ну вот, если экономика, это, как говорил Аристотель, о экономии, это хозяйство, ведение дел в хозяйстве, само хозяйство, да? Возникает у меня вопрос. Представь себе, что мы два соседа. Ты стараешься заработать и не брать в долг, да? А я такой, ну если что, какая проблема? Нет денег, там, пошел, у тебя же одолжил, да? Или там у кого-то другого. А потом надо все больше занимать. А тут приходит, где ты мне говоришь, стой, Иваныч, я тебе больше... Я вижу, у тебя деньги все эти, рисы там, все черт куда. А тут приходит какой-то швендер и говорит, Иваныч, я тебе дам, ну, ты пойми, под услуги, я тебе дам в долг, а ты мне вот проценты такие, и смотри это. Если нет, я тебе снова дам в долг, но там будет больше. И потом, у тебя там землица, ты мне отрежь кусочек, а там у тебя есть какой-то инструмент ненужный, а ты его мне отдай и так далее. Не похоже ли это на политику МВФ и все прочее? Вот взаимоотношения. Один к одному. Бандита, который на суде сажает меня на иглу, и меня, разгильдяя, который не хочет работать, а который живет в долг. Особенно наше правительство. В долг взяли и ушли. А рассчитываться... Вон Кирток набрал долгов. И что? И кто рассчитываться будет? Он сейчас уже прямо говорит, не знаем, если умеем закончить улицу Стефанченко. Они что делают? Начинают, получают деньги, растаскивают, и потом все это уходит куда? Потом выдумывают новый проект, берут новый кредит, пытаются закончить старый, и не получается. И тот не законченный, и этот не законченный. И чем дальше, тем больше. И тем больше, больше, да. И что в результате получается? В результате он выступает и кричит, Путин виноват, танки Путина. Даже Тапиола ему говорит, потише, не надо так уж. Это клинический случай, не будем обсуждать. Но я хочу тебя спросить об одном. Ты много лет лучше других, я сам читал твои статьи, изучал деятельность Международного валютного фонда, Всемирного банка. Все на них молятся и смотрят как на спасителей. Скажи мне, пожалуйста, хоть одно государство, которое попало, так сказать, под их кредиты, и МВФ, и Всемирная банка, оно поднялось из России? Ни одного. Расскажи, пожалуйста, нашим телезрителям. Ни одного нет, потому что дело вот в чем. Старший акционер в Международном валютном фонде, там 25 стран доноров, которые не берут кредит, а только отдают туда свои деньги в рост, потому что у них профицит бюджета каждый год очень большой. Потому что они сохранили свою промышленность, потому что они производят, и поступление экспортной выручки у них очень большое. И они заботятся о том, чтобы люди оставались в стране, потому что единственный источник прибыли – это живой труд и более ничего. То есть человеческий капитал – самое большое богатство. Запомните, дорогие телезрители, что сказал Виссарион Чешуев. Нет, это не я сказал, это все говорят, это знают. Говорят, да что-то как-то в уши не заходит. Почему открывают дорогу иммигрантам? Потому что это резервная армия труда. Почему уничтожают производство в постсоциалистических странах? Потому что открываются новые рынки сбыта. Раз. И территория для освоения. Два. Почему сейчас они ходят в Международный валютный фонд? Молдову и требует. Сократите на 600 или на 500 число премарий. Раз. Приезжает еще какой-то Фуцин, я по-другому его не могу назвать, из Европы. И говорит, на 3,5 миллиона 70 больниц в Молдове мало. Ах ты ж сволочь такая, я по-другому выходу нету. Правильно говоришь. Ты в своей стране такое говоришь. И позволил бы у себя. Или, например, была вот эта вот звезда экрана сейчас. Политическая выскочка. По-другому ее не назвать. Министром народного образования. Рассандую имею в виду. Нет, нет. Она деборская шутка. Рационализировать все. 50. Интернаты закрыла. Ребята на чердаках начинали. Нет, подождите. Даже дело не в этом. Как не в этом живые дети на улице? Она установила же нормативы. 50 учеников, если меньше, значит надо закрывать школу. Вот сейчас колоссальная беда в селе Стояновка. Правительство Болгарии за свои деньги отремонтировало школу. Сделало там все как надо. Хотят закрывать. Нет, не выполняется норматив. А в Китае, пожалуйста, ради одного ученика приезжают учителя туда. Я там был послом. И подтверждаю 100%. Или, например, в Финляндии норматив. Несколько детишек в селе школа работает. 5 учеников есть в каком-то регионе. Открывается школа. 5. Или, например, сюжет показали про Северную Осетию в горах. Один ученик. Есть директор. Есть директор и учитель. Есть уборщица. И есть повар. Ради одного ученика. В надежде, что их еще придут. Что вернуться туда. Что школа будет существовать. А тут уничтожение какой-то собственного народа. Мы же сейчас просто эти цифры ошарашивающие. Десятки тысяч детей второй год не ходят в школу. Это политика МВФ. Это не только у нас. Они умывают ручки. Они все в белых. Это то же самое они делают в Болгарии и Прибалтике. Безусловно. Они ставят условия для того, что вот кредит хочешь получить? Вот рационализируй. У тебя очень большие расходы. Подожди, слушайте. Посмотрите. А в ваших странах сколько расходуется на одного ученика? Бесплатное образование во Франции. До определенного уровня здравоохранения датируется. Я уже не говорю. В Финляндии вообще нет частных учреждений образовательных. Только государственных. Там кроме того 530 евро тебе дают только за то, что в месяц начали. Только за то, что ты гражданин Финляндии. Вот просто так. Вы понимаете? Ну, они ладно богатые. То есть люди занимаются своим человеческим капиталом. Занимаются поддержкой населения. Занимаются повышением притягательности проживания и активности. Образование, медицина это основа основ. Основа основ, да. И тарифы. И коммунальные. И тарифы, да, и инфраструктура. И именно это нам уничтожает все. Ведь кто кричал больше всех, закрывайте банк, иди экономий. 550 отделений. В каждом селе. Люди получали по 34 программам в этих отделениях, государственным программам, различные пособия. По материнству, там, пенсии и так далее, и так далее. Сейчас это через почту. Это полный бардак, что происходит. И кто кричал, закрывайте. Буквально через это у нас господин Тапиола. Банк, иди корми, надо закрыть. Дональд Туск из Брюсселя нам командует повелителем. Поляк, он лучше нас знает. Нет, так он говорит, закрывать он не жизнеспособный. Как не жизнеспособный? Надо было закрыть, чтобы спрятать концы воровства миллиарда. Так это другой вопрос. Но позиция важна. Не надо было грабить этот банк. Так просто позиция. Мы должны понять, что нет у нас за рубежом друзей. У нас есть просто люди, которые хотят нас давить. Доить. Посмотри. И давить то же самое. И давить, и доить. Я не понимаю наших правителей, что это за восклицание. У нас без Европы у нас кулак де салвари. Кулак де спасательный круг. Ну, посмотрите, пожалуйста, что они творят в Греции, что они творят в Болгарии, что они творят в Венгрии, в Румынии, в Прибалтике. Полная. Дай примеры. Да. Полная. Чтобы не думали, что мы какие-то выродки. Вот читаю про Литву. Опрос у граждан Литвы, которые проживают в Англии. В связи с Брек-Экзитом. А там десятки тысяч уехали туда. Никто не хочет возвращаться. Ни при каких обстоятельствах в Литву не возвращается. Сижу и размышляю. И действительно. Игнолинскую атомную электростанцию закрыли. Без всякой вины. Шауляйский колоссальный завод телевизионный. Огромный. Закрыли. Венспилский порт. Закрыли. Я там служил. Я знаю. Какая там молочная продукция. Какое там беконное производство было. Потому что выращивали скот. Хуторская система. 7-8 километров друг от друга. Все отрегулировано было. Да. В лесу, в природных условиях. Качество колоссальное. Все. Ничего нет. Просто кошмар какой-то. И вы... А нам помнишь, все время Прибалтику ставили в пример. Ну да. Вот они впереди планеты все. А мы остальные. Не только наши. А руководители этих стран везде говорят. Мы европейцы. Мы за Европу. А вот русские хотят нас поработать. Танки Путина. Да, да. Хотят нас поработать. На самом деле. Идет борьба за территории. Идет борьба... За влияние. За влияние. Ведь как только они уничтожат окончательно даже ростки, даже всякую перспективу, возможность улучшения отношений бывших членов Советского Союза, республик. И постсоциалистических стран, когда будет действительно пустыня. Это у них где-то еще 5-7 лет они рассчитывают. Может быть быстрее. Они немедленно примут все меры, чтобы схватить в объятии Россию. Чтобы уже в товарищеских объятиях удушить и ее производство. Захватить ее территории, ее ресурсы, ее потенциал. То есть получается, смотри, режим санкций, как это не парадоксально. Я помню по всяким материалам, что Россия когда-то была на первом месте среди экспортеров зерна. При советской власти не смогли достигнуть. И вот сейчас при режиме санкций Россия в прошлом году опять вышла на первое место. А эффект там другой. Не, ну о чем это говорит? Что когда начинают тебя обнимать, тебе становится плохо. А когда наоборот тебя начинают давить, смотришь, начинают люди подниматься. В 2001 году пришли коммунисты к власти. Их со всех сторон Международный валютный фонд собрал манатки и уехал. Ни копейки, ничего, ни одного гранта. И вдруг сократили внешний долг с 78 или с... Когда Воронин отказался от услуг Международного валютного фонд, он отошел. Он их не принял. Он просто работал. Он просто работал. Но он их не принял. Обратите внимание. Они же шли со своими условиями. Так поэтому он и не принял. Они же возражали категорически против возвращения к системе районов. Оставить уезды. Ну, там было, ну, те же самые требования, что и сейчас. Это донайцы, дары приносящие. Без них решили вопрос. Так получается? Так приходили и публиковались эти впечатления. Они приезжали и спрашивают в 2006 или 2007, в 2005 году. Как вам удалось? Без нас. Говорят, а вас не было. И потому что Молдова же, вот ее земля, это просто действительно богатство ее гор превосходит богатство недр. Земли превосходит богатство гор. Почему? Это Кантемир писал. Потому что производится все время огромное количество прибавочного продукта. Способно. Здесь почти тепличные условия Молдовы. Я воткнул палку. И она через два дня у меня зацвела. И почему у нас гибнет сельское хозяйство? Потому что нет финансирования. Потому что душат его. Нет поддержки. Да, нет поддержки. И главные вот эти санкции, я их поиначе не называю, санкции, которые идут из Европы. Они говорят, это ограничения. Это говорят санитарные требования. Чушь собачья. Потому что там такое производят в Германии, во Франции и в Италии, что министры сельского хозяйства Румынии, Болгарии, Польши, Венгрии собрались и сказали, что это такое. Вот в упаковке красивый сок, молоко, масло. Химия и генная модификация. Нет, нет, нет. Вот мы купили в Бухаресте. Вот мы купили в Будапеште. Вот мы купили в Варшаве. Вот мы купили в Словакии. И вот то же самое мы купили на рынках францев. Еще раз говорю, там химия и генная модификация. Так разница совершенно разная. Мы же об этом и говорим. Да, ничем не отличается. Качество, как для этих дворни. Нет, оформлено красиво, стандартно. Виктор Иванович, ты меня не понял, не перебивай. Одно и то же все. Одно и то же все. Вот одна и та же пачка сигарет, все то же самое на ней. А внутри качество принципиально. Так и я тебе о чем говорю? Я тебе говорю, все по стандартам, все краевропейские. Все красиво, а там фуфло внутри. Вот мы о чем говорим. А почему? А почему? Потому что есть список из пяти стран, которые нельзя проверять. Все звери равны, а пятеро равны. А пятеро, да. А вот и все. Всех остальных можно проверить, прислать комиссию, верификации, сертификат происхождения. Запретить. Как они соблюдают этот регламент? Как соблюдают тот? Какая клетка у них на птицефабрике? 60 сантиметров или 58? Если 58, запрет, штраф. Понимаете? Стандарт. Ну, надо соблюдать. Но к ним приехать нельзя. И вот эти пять министров обратились к правительству Германии с просьбой создать специальную авторитетную юридически состоятельную комиссию, которая сделает пробу. Возьмет товар там и сравнит его с точно таким же товаром у себя. И что? До сих пор ответа нет. Ага. А о чем мы говорили? Так вот я и говорю, это санкции, это протекционизм, это закабаление, это уничтожение. А нам говорят, открывайте ворота, потому что глобализм это, помнишь, свободное течение товаров, услуг, людей, идей, всего на свете. Абсолютная ложь. А на самом деле, на самом деле, вот то, что ты говоришь, тебя стандартам задушат так, как не задушат никаким практиционистским тупым прямым законом. То есть просто система, скажем так, это мне знает, что он напоминает. Я просто хочу сказать, Виктор Иванович, что мы... Игра крапленными картами. Вы что это такое? Не крапленными картами. Еще покруче. Это покруче. Понимаете, это откровенное издевательство, откровенная команда к ноге и не дергаться. И не цемерие. Да, и вот 100 миллионов. А что такое 100 миллионов для Молдовы? Это ничего. А у них, они не знают, где найти миллиард лей. Понимаете, вот не знают. Ну, там или там 2 миллиарда лей. Ну, не знают. Вот надо Европа, чтобы дала. А почему? Если его заработать, то в карман мало попадет. А если его привезут из какого-то банка... Так еще что-то скосить можно. Так откаты и прикаты. Ну, так. Вот. Вот в чем трагедия и беда. Вот в чем, почему люди должны научиться распознавать. За кого они голосуют и кого толкают. Коммерсантов. И знать, когда выходить на площадь. И против чего в действительности голосовать. И против чего в действительности голосовать. А вот когда вот такие, как законы о тарифах. Чем на Ре больше позволяет поднимать тариф, тем больше денег чиновники ее получат. Вот я говорю это как пример. А таких примеров, я уверен, тьмать мощи. Понимаете, Виктор Иванович, почему мы должны все время на эту тему говорить. Чтобы люди понимали. Да, чтобы люди поняли. Потому что я с ужасом жду. Когда наше правительство, если оно останется, не дай бог, конечно. Учитывая, что оно намерено сокращать коммуны. Сокращать районы и центры. Но так их давят, вон привлекаются. Ну да. Они только подкозырят из Европы. Кстати, им сейчас притормозили. Сейчас, сейчас, я завершу. Не сбивай, что это очень важно. Смотри, сейчас им притормозили вот этот 100 миллионный транш. Значит, мне понравилась аргументация. Они не проводят какие-то реформы. А реформы, это те, которые ты говорил. Вот то, что моя санду проводила, детишек на улице и много чего такого другого. Может быть. И это тоже. Вчера только обсуждение было дебаты в Совете Европы, в Европейском парламенте. И по этому вопросу я еще не сумел изучить все выступления. Наверняка было что-то в этом роде. Но, я думаю, они из-за другого обеспокоены. Они обеспокоены из-за очевидных попыток ликвидировать систему партийного формирования государственной власти по спискам партий. То, что желает сделать демократическая партия. Они у себя в своих странах прошли через эти этапы. То есть, ты хочешь сказать, они из благородных побуждений? Не из благородных. Не верю. Сейчас подождите, Виктор Иванович. Там не благородные. Они просто знают меру. Они подлецы, но в меру. Подлецы, но в меру. Да, понимаете? Это правда. И они знают, что это может привести к новому вспышке. И потеряются все их деньги. И возможность революции и полного изгнания отсюда даже духа Европы очень велика. Но смотри, то, что пришли к смешанной системе, почему я считаю, вот я с Игорем Додоном здесь согласен. Смотри, если система смешанная, мы преднестровских граждан, наконец, которым мы всегда отпихивали, отталкивали от электорального процесса, мы их вовлекаем на конец. Вот и тот берег. Вот эта система смешанная, она это позволяет сделать. Поэтому, конечно, если чисто он не номинал, это за виральные вещи. И здесь Европа, я с ними полностью согласен. Но и старая, вот эта партийная система, тоже прогнившая до мозга нас. Абсолютно. Субъективизм дикий. Поэтому я считаю, вот то, что Додон предложил, 50-50, это нормально. Это нормально. И самое главное, вот голос граждан с того берега, а я их считаю, если мы патриоты, это наши люди, это наши граждане, и это наша страна. И вы знаете, я не исключаю, что если нам удастся эту смешанную систему проголосовать в парламенте, и может быть Венецианская комиссия согласится с этим, то мы придем к двухпалатному парламенту. Пусть это будет там 30 человек, одна палата, 50-60 человек, другая палата, и это нормально. То есть палата представителей, это представляет каждый район, каждый регион свой. А если... Берем Соединенные Штаты, там СССР, и палата представителей, это неудивительно. Но я в другом скажу, что смешанная система в наших условиях, это лучший выход из положения. Потому что одно сгнило, это чисто партийное, она уже коррупционная даже. А униеноминал, мы знаем, на выходе любого легко прихватить. Очень серьезные, объективные противоречия территориальные. Гагаузия, Север Украинский, Приднестровье, Центр. И как все это примирить в рамках одной партии, это практически невозможно. Это же, смотрите, ну как вот, сколько партий парламентских было, и сколько баллотировалось ни одного представителя русскоязычного. И сейчас, смотрите, смотрите, как экономисты говорим, это же к экономике страны прямое отношение. Потому что если нет единого команды, нет единого программы, нету единой цели, задачи, да, выстраданной и сбалансированной алгоритмины, то, конечно же... Спасибо огромное. Мы уже закончили время, да? О чем это говорит? Видишь, передача довольно большая по времени у нас, слава тебе, Господи. Но я тебе хочу сказать, я заметил, как только мы начинаем обсуждать злободневный вопрос, время начинает лететь вот как ракета. Мы с тобой еще встретимся, мы не первый и не в последний раз, но самое главное, что я тебя хочу очень поблагодарить. Спасибо. Дорогие соотечественники, с нами был Виссарион Чушуев, которому, на мой взгляд, удалось показать простому человеку, который обычно не любит всех этих высоких экономических и всяких политических теорий. Они очень интересные. Он должен, наш простой человек, мы все должны понимать одно, что то, что нам кажется неважным, бьет нас бумерангом по голове. И поэтому мы все время должны стараться понять не только непосредственную бытовую жизнь вокруг нас, но и те процессы, которые происходят наверху. И понимать, что важно, ради чего стоит выходить на площадь. А что? Просто политические игры. Спасибо за внимание. Вечно любящий вас Виктор Иванович Борщевич.